Здесь мы проводим чаепитие, общая трапеза. То есть дети сами накрывают на стол, из буфетной комнаты приносят сюда на стол все, что съестное у нас есть. Дети и их родители не собирались за столом уже с сентября. В общественной организации инвалидов «Аленький цветочек» идет ремонт. А скоро, возможно, им выделят дополнительные помещения. Председатель общества очень рада этому, ведь еще недавно стоял вопрос об их выселении. Вопросы с помещением нам очень помогла Гульшат Гафуровна, супруга президента, которая хорошо относилась в работе центра и порекомендовала оставить нас здесь, ну или во всяком случае достойное помещение, чтобы иметь эти дети. Рита Рауфовна уже планирует открыть сенсорную комнату и кабинет рукоделия. В случае получения вот этой комнаты мы планируем там сделать спортзал и небольшой уголок для сферы музыкальной терапии. Общественную организацию посещают 15 ребят с диагнозом аутизм. Больше центр принять не может. Здесь также ведутся консультации. Главный принцип работы общественной организации – начинать заниматься с детьми как можно раньше. При этом ребята посещают центр столько, сколько это необходимо. Возраст детишек от трех лет. Ну и у нас есть бушеньки уже, которым 26 лет. И в этом возрасте они остаются детьми. Вот уровень, они любят мягкие игрушки, они обожают музыку. Пока в общественной организации «Аленький цветочек» идет ремонт, дети занимаются с педагогами на дому. Рита Рауфовна верит, что ребята отпраздновают Новый год в обновленном помещении. Пока ремонтные работы продвигаются медленно. Не хватает материалов, ведь центр существует за счет пожертвований. С недавнего времени общественной организации стала помогать инициативная группа. 23 человека с их позитивной энергией решили взять и помочь. То есть помочь в плане решения вопроса ремонта данных комнат. То есть это тоже спор средств, либо стройматериалы, либо что. Поддержка, просто даже моральная поддержка, это тоже, я думаю, считаю немаловажно.